давай это видео привет подписчики моего канала сегодня видео будет посвящено не технической части судна сделаем небольшой ролик про нашего напарника александра он расскажет как он стал моряком без образований образование у меня есть да без морского образования сейчас подожди секунду возникает сразу первый вопрос зачем ты так сильно надухарился расскажи как ты стал моряком без морского образования то есть закончил я просто было так вот такие дали что где-то родители отдали меня для того чтобы что-то было в голове жил за их счет как бы да вот отучился сколько лет шесть достал магистр это транспортные технологии но в итоге понял что по моей профессии заработать нормально денег так купить квартиру по быстренькому как бы невозможно девятнадцать лет я ну как бы жил с девочкой да 3 года здесь жили да когда жили и решили свадьбу сырать и родители говорят мы тебе дадим денег и и моей родители да там по 200 тысяч евро это надо было в 2011 год даже двенадцатый начало я говорю нет хочу заработать они меня как-то нигде не работал никогда где-то так заработаешь ну попробую что-то найду и в итоге что в интернете вышел смотрел в аккаунт и сказал что дают реклама требуется на круизнование команды персонала и что мог сказать я момент что-то требуется английский язык я что-то там узнал переводил такое школьная база школьная база там пятый класс но еще не понимать времена пастин дефинит дэнсом фьючер дефинит дэнсом да ну то я тогда не понимал сейчас я уже все сейчас уже могу всех разводить сейчас смотришь дог, кат, фейсмап тэйбл ну 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 и как ты выучил ну конечно как ну начал учить и что это конечно все знают что любят тут Саня любит пару штук смотреть правильно наверное Юра почему про это потому что сюжет когда смотришь что интересно правильно когда там даже там девушка без девушки с девушкой да и сюжет когда там американец да разводит девчоночку да там на английском судите да и ты дайся понять и останавливаешь переводишь переводишь и так почуть тебя от языка как бы смотришь и удовольствие и изучение правильно вот и вот так и ты понимаешь что ты что-то соображаешь не понимаю о чем ты говоришь а не понимаю о чем ты говоришь о чем ты говоришь ты что не смотришь что ты помнишь нет я не знаю что это Саня если я знаю у меня за счастье зарос уже не трюс и сколько пара потом вот и в итоге я из брата ну это что надо больно языка знать и я звоню в компанию ворота так туда-сюда приезжали на собеседование в одежде все такое посмотрим я туда как бы звоню знакомому моряку дяди Олегу он уже там ходил матросом как бы с русскоязычным экипажем вот тут от танкера вот типа говорю зачем тебе можешь сделать документы морские там боятся да и пойти матросам попробовать в итоге я все это сделал документы там дал денег все там как бы заплатил денег все вместе сделали это все паспорт моряка ну отучился как-то отучился как-то хотя бы мне английский как бы нормально что-то там пытаюсь а в итоге но опыта нет без опыта не беру в итоге это же компания в итоге компания Воланси точнее да это была первая компания которая мне помогла идти в рейс я приезжаю с Олегом с матросом туда иду в эту компанию да и тут сразу сходу типа английский язык я переживаю никогда ни с кем не общался на английский язык только знаю что-то там в интернете тут читал посмотрел вот и в итоге они там дал мне поаписал он что-то попытался поговорить нормально типа хотели взять меня на разнорабочего вот там где-то понеси подай не мешать только для первого раза и меня поставили на собеседование да собеседование это была компания греческая когда он приехал конечно в Сибири переживал вообще впервые вижу иностранцы с кем буду общаться на на английском языке я там заучил этот About myself story, About my life, About my private job вот и вот так я ему это все сказал как бы я уже как бы все нормально молодец все уезжаю счастьем было круизный лайнер вот как-то так это был мой первый реестр на рейсскую компанию я ушел на 10 месяцев было классно почти по всей Европе катались везде много побывали работа была очень легкая ну вот и не знаю судно первый раз приехал как ты там вообще чувствовал первый день первое судно на этом корабле на греческом было все хорошо то что корабль был маленький вообще сколько у нас 1200 было всего пассажиров команды да это было маленький но это одно потом когда там отработал все приехал мне компания говорит о типа есть заплата на полторы тысячи долларов можешь уйти типа ты хорошо отработал можешь пойти Баффет стер на уже более серьезную компанию это кто? Баффет стер на уже более серьезную компанию это кто? Баффет стер? да ты как бы на буфете людей обслуживаешь да? вот сначала там тебя ставят в Квумейс там обучают а потом ты идешь там на Хорайзен Кёрт там как бы люди обслуживают да? находятся там ну на самой везде палубам вроде не помню уже вот и вот это там проблем когда я приехал да это был мой самый первый опыт там уже у нас было сколько всего с командой и пассажировами четыре тысячи человек да? да чтобы вы понимали у нас у нас на танкере двадцать восемь человек ну то есть это когда еще было это еще был самый большой не самый большой был корабль это такой ну обычный развешивался на то время вот четыре тысячи и в итоге как это история да смешная как что произошло это был мой первый день ребята но всегда когда идете на судно такой большой да? может имеется да смотрите где есть расположение туалетов вот это потому что я жадный потому что это акклиматизация да? организм потому что я улетал с Одессы с Одессы на Франкфурт и из Франкфурта я летел на то время да я летел в Майями да или нет не в Майями ну через океан ну так это в Америке уже не помню это был уже мне 14 год да? вот и когда я прилетел все мне сразу на работу одел галстук все такой думаю о классно серьезный пацан на работу отработал все там где-то то работали где-то мы то делали часа ночи даже до двенадцати там обучался все нам показывали и в итоге я захотел срать да? не знаю не знаю как красиво произнесить правда вот такая ситуация такая смешная история и в итоге и в итоге нет я такой думаю потерплю как бы жал полукой думаю ну найду свою кабину а я там уже ищу в море да? а там получается я знал свой путь свою кабину когда все в Сибири эти вот это и тарьдорс это пошел каюта уже где-то было уже 12 часов ночи и у нас там есть такая центральная улица для команды называется Анатифайв но там как бы уже лиги было мало но я уже все чувствую что все уже поговорил на ноту подходит уже волна ну здесь как даже это.. ну жал тут я посмотрел лондри ну как бы врач на зошел такой и думаю эй,гайз, куда ты find the toilet русскийd паканчик а ты знаешь что вот здесь пассажирский ну им типа... че мы еще пытаемся его торопить да? вот сказал а он такой серьезный, нидо туда нигде нам туда ходить там накажут это для пассажира да тебе ему барабанували А я уже всё, знаете, вся кровь в жопе, короче, всё сжалось. Нет, я думал, мы тут там эти гарбичбэки, там думают, куда уже насрать, что ли, этот гарбичбэк, думаю, ну ладно, тут я выхожу на полу, а дальше иду дальше, думаю, уже быстрее, а если бежать, то что я не смогу, жопу сжимать, если бежать, да, вот, и тут смотрю, этот гарбичсепарейшн, этот, инценерейтор, и там смотрю, этот чувак моет пол, да, филиппинец, такой, ну, даже, первую ночью было, моет пол, и ведро у него такое, похоже на туалет, да, вот такое желтого цвета, такой, прям, со спинкой можно каких-то, да. и был отсек этого интеллиратора там где был пол внутри я забежал в бок на коридоре все люди там ходят да что тебя знает как ты там приспичивал вот так как я себе там был умывальник и сел это ведро а он умолит пол не замечаешь я его встрою ведро и не пиздец короче ну такой украин такой поворачиваешься такой аймсо сой аймсо сой аймсо сой аймсо сой аймсо типа уберешь что ли по русски а по русски ну да а так говорит это окей не все порнуху смотрят не все английский учат просто классно нет да почему я просто говорю как он мне посыл говорит это вот там камера камера улуха я такой бляааааа я же такой ну чрезвычай привет маме я такой помахала в камеру там уже как бы там корабль лакшери да и там все ну все пизде камера ну я такой все там засернулся как бы ну вытераться нечем там потому что ну там что там просто умывальник я это все вылил в этот дрейн да в итоге что он думаю дальше идут все сделал свое дело только ли мир в шоке я иду дальше искать свою каюту и понимаю опять спускаюсь там в отсеки и не могу найти дальше свою дверь ну как бы опять не терялся я понимаю что от меня ну жопа не выйдет получается потому что она уже где-то вымазалась правильно вот смотри кабина отрытая и там и дусы два и дусы я говорю ребята можно поспользоваться вашим туалетом типа да как я говорю first time ну new high первый раз на корабле он только не говорит ну конечно иди ну я сказал шо только я смотрю а я забыл что и дусы они жопу не вытирают они сразу моют ну я думаю ну шо делать как бы сидел там досрал как будто так ну дверь за собой и тут короче понимаешь что надо помыться да такой раздеваешь начинаешь вещать душ начинаешь все мыть там все вымывать хорошо знаешь тут слушаю звери между человеком эй what are you doing come on man I'm sorry guys one minute и понимаю что штаны уже все они мокрые да как будто надо штаны попасть я думаю ну пацаны нормальные может и лупят штаны и в итоге как получается я отрываю я голый вот так получается дверь да открываю дверь да а когда я пришел у него возле двери стоял стул для гостей и походу ему пришла девушка когда я был в душе она они когда сидят на вечеринку куда то не знаю там крюкл бар бухать может и сидела и села испанка и она была там с Порто Рико ну короче испанка по испански разговаривает села она в стул и я когда отрываю дверь то у меня там голый да и хочу же ну как бы выйти да у меня там угадать пацаны дать мне штаны и мой член пошел по инерции чуть не попал ей в лоб ну вот так вот так вот такое было движение она в шоке отрыгивает парню на кровать да туда где она там то отречит короче индусский по индусски типа понятно девушка такая ну она поняла ну и хорошо типа что выйдет русский русский говорящий член ну то ладно он орет а другой нормально дайте мне пожалуйста брюки да ну чтоб пацаны там он такой другой такой нормальный адекватный друг дайте мне свои поварские эти штаны я такой о по ходу повара ну я оделся такой ты не сумасшедший забеспокоился извиняюсь и все и пошел себе в каюте в этих штанах поварских да все типа ну типа заработал знаешь нашел каюту и все лег спать на следующий день вызывает начальник это типа всех новеньких было у нас два индуса и я Леша всех новеньких офис срочно типа ну я прихожу такого часа где-то 9 утра и начальник такой ребята у кого еще там были проблемы с туалетом он как бы сказал типа фуха я забываю без утра ну я такой смеяться короче а сейчас идут такие такие пересылки типа что за фигня я такой уже он такой окей everybody can be free ты останься и как только все уходят закрывают дверь как он начинает ржать это капитан начальник этого всего F&B это менеджер наш да начинает тупо усыкаться и говорит как тебя зовут Александр я здесь уже работаю 25 лет я так давно так не ржал ты сделал мой день говорит ты нормально все нормально думаю все нормально поздно не мог надеть то на туалет я так познакомился с начальником за счет этого вот такая была ситуация ребята на большом круизном корабле так а как ты на танкер попал что значит я проработал все конечно весело было да проработал на одну компанию пошел на другую компанию мне предложили на Рога Ривен кстати рекомендую очень шикарная компания офигенная это Рога Ривен даже не реклама потому что ну мне там кто-то может там будет тиховать но мне там понравилось да я там работал в сервисе какие зарплаты у вас там были сколько получалось зарплаты на итальянца когда я работал на выезде там была ставка чисто полторы штуки баксов и вы потому что там мы работали практически ползу контракции с офицерами да со стаффом и кругом обучались да но после этой компании я пошел в Рога Ривен уже с пассажирами я работал там уже от двух тысяч долларов до трех тысяч долларов могут делать да если ты имеешь общаться с пассажирами если ты не стесняешься не боишься да с ними общаться да это такая здоровая конечно тебе после первого знакомства на суде нечего было стесняться да уже я и так такой человек такой вот смотри ну что там уже все заметили вот вот и после силы именно для меня когда я попал именно в руб сервис да на доставку каюты потом я попал уже там непосредственно начал проходить в бар да а вот в баре там вообще даю себе препятаться очень хорошо потому что чаевые хорошие это именно с американцами если работаете чисто в Америке да район плавания Карибский море там очень ну чисто вытягиваете вот деньги на чаевые ну ну а то ребят 3000 долларов можно было делать вот так и так не ну это и сейчас сейчас хорошие деньги а ну и сейчас ну и сейчас после той компании я поменял уже пошел на депресс да всю компанию да я пошел где на паром и там где корабль развлекательный там где клубы ночные там можно делать уже до 3300 евро уже можно ну там как бы много алкоголей половинских как бы они там попьянят ну когда ты их спаиваешь там все такие щедры дают тебе деньги издачи не считают вот ну конечно потом что получилось вот пандемия нашла пандемия да ну карантин и что все закрылись все грузики позакрывали я ждал дома полгода да полгода а ты уже все моряк моря хочешь ну я бы да уже жду когда проведу карантин пойду на свой порог и кстати на на пароме 3 месяца контракты полтора месяца ты отдыхаешь тогда знаешь когда ты вернешься где ты будешь жить все даже на груздом на груздом ты там контракты 7 месяцев да как бы долговато ну там ты ходишь тоже везде гуляешь тусишь можно после свободного времени можешь ходить в клубарь отдыхать тусить там кстати так же еще живете вы если вы как бы во сне семьи допустим да вы можете конечно легко там жить очень много ну сколько там полторы тысячи где-то там было полторы тысячи команды только команды полторы тысячи да полторы тысячи местами да ну в итоге что посидел я дома 6 месяцев если вам не повезет вы держите с Сашей в итоге карантин то не заканчивался и агент тот который мне приемлемо хочешь пойти мессинов говорит на танкере конечно хорошо хоть что-то если это работа но в итоге что могу сказать что без образования без морского там люди там по шесть это вот вышел второй офицер третий и зарплату смотрю второго четыре тысячи долларов эти деньги можно заработать в баре свободно если умеете общаться английский язык это по-любому когда попадаете в иностранное общество сразу улажать потому что по мне когда я учил его это вообще не то а когда вы уже общаетесь фильмы смотрел и в фильме тоже что-то понимаешь когда ты попадаешь на энергию в среду ты все по-новому учишься другой так что ребята хорошие про историю это почему потому что в море ушел я когда ушел первый раз заработал пять тысяч евро приехал домой это были мои первые разы когда я ушел в море и увидел Европу как люди живут а сами заяц и ты ушел до войны и когда я приехал думаю сейчас собираюсь свадьбу буду жить в городе и что я зарабатывал много баксов 400 по моей профессии что я закончил ну девушка меня спросил ты еще раз бьешь я говорю да пойду потому что реально затянуло и на то время у меня было 21 22 года и пошел пошел и потравился купил себе квартиру в Одессе без морского образования за счет работы в баре я работаю в России в Украине заработаю деньги на квартиру правильно таких денег потому ребята совет даже если на меня надо знать английский там как говорят уровень круизный лайнер там нужен английский язык уровень бога это все никому не верьте просто улыбайтесь с чувством юмора и чувством себя открыты и все пойдете собеседование не переживайте все там легко ну ну так можно какие-то отсылать и вы будете проходить собеседование главное что-то промычать для начала потом когда попадаете в компанию сайт есть сайт есть какой-то в одессе в одессе в одессе это именно круизный круизный лазит 5 тысяч пассажиров по 6 тысяч это моя рекомендация потому что мне там нравилось работать до этого где я работал он круизный больше работы по разному люди начальники разные так ладно ты отсылаешь анкеты на этот сайт и тебе перезвонят если нужна вакансия они тебе перезвонят да да а вот на счет собеседования тебе было сколько ты их проходил если не с первого раза чтоб тебе было легче просить собеседование то есть ты привыкаешь так да если нужно собеседование Я всегда не разговаривал, да, сам с собой пытался поговорить, вот, вот это. А потом еще так, это уже, если прошли собеседование и попали на даль него работу, после твоей работы остальные уже будут так вот, вы будете уже на дороге сидеть, как бы разговаривать. Ну, а если не прошел, например, человек первый раз собеседование? Ну, блин, это помните, как бы я с моего опыта, я все прошел собеседование. Я понимаю. А если человек не прошел Big gitu, как бы не прошел туда, куда он хотел. Печальный опыт тоже был. Потренироваться, узнать, почему не прошло списание, какие были ошибки и попробовать еще раз все время, либо поддаться в другую компанию. Просто круизных каменеров очень много. Просто если по России у них одна компания, просто можете бить, гублю Рок, Рим, Интернешнл, и она выносит. Рекруизмен тенденции в России, в Украине, где вы живете. Где лучше работать, на танкерах или на круизах? Как по мне, с моего опыта, конечно, я был на танкере. Здесь хорошо, во время карантина хорошо, но по зарплате, как по мне, для меня, для сервиса, для слушания, мне лучше быть на круизнике. Потому что ты там просто с людьми общаешься, танцуешь, вести себя, музыка, все классно. Каждый день ты в городе тусуешься, выходишь, гуляешь. Здесь мы что, не висели, а все что ли? Нет, ну здесь мы висели, кто-то видишь, как бы здесь 27 песенов, как бы я так понимаю. А там как бы, ну как бы, ну и жизнь идет такая, ну веселая, вот. А здесь то что? Здесь говорят, что вы ходите на улицу, ну часто как карантин, как бы нет выбора. Когда всем, лучше сколько, 7 месяцев в море. Ну так, для того, чтобы карантин, вирус последний. А так, как по мне, в последний, конечно, на круизнике, это в моем смысле. Потому что, как для обслуги, это лучше идти, конечно, в БАД. Это мой совет, да. Вот сейчас ты медсмен, расскажи про свои обязанности, что ты делаешь во сколько. Ну, свой обычный день, расскажи. Да, вот сейчас, ты работаешь медсменом, кто это вообще, расскажи. Ну, медсмен, как бы я не только медсмен, здесь есть со мной менеджер, и стюарт, и асистин стюарт, все вместе. Ну, например, что, просыпаюсь утром рано, делаю все так, стол столиков. На сколько? Подъем? На 5-15. На 5-15 подъем, как бы делаю все так, столовую, да. Нагреваю все, там, мою, там, ухожу, живу, я работаю, там, дешево с машинкой, там, посудомоечная машина, да. Вот, что я могу, там, позакидываю тарелки, слава богу, что у нас хорошая работа. Помою тарелки, помою там повару салатами нарезать потом. Завтрак, едет, приходит на завтрак, я потом на невиданную все там протру, посмотрю там все настрою, потом кофе-тайм. А что рассказываю? Не, ну, расскажи, людям интересно. Ну, может, нет про Мессман? Конечно. А почему нет? Всем интересно. Я даже не знаю, чем ты что-то делаешь. Хочет уходить в Мессман, но он не знает, что это такое. Конечно. Он просто хочет начать работать в море. С чего-то надо начинать. Дальше, вот, кофе-тайм что-то дальше. Ну, кофе-тайм, да. Кофе-тайм, да. Кофе-тайм, да. Кофе-тайм, да. Кофе-тайм, да. У нас идет подготовочка к обеду, да. Нарезаем клевак, клевушек такой, да, помогая повару, что-то там, вынеси ему, там, с привизии, с катушки, там, лука. Вот. Потом обед. Там, как-то, вот, вот, состав вот здесь, там, обслуживают, да, как-то так же, как и на круизных лайнерах, да. Вот. Потом, так же, посредник, там, все прибираю, там, все мы перемываем с поваром. Потом, что, где-то, 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 вот, с часу, с часу, там, по-третьего мы отдыхаем. И потом уже с трех часов до пяти, даже до шести, мы, там, подготавливаем, попятаем, в три часа попятаем. И на пять часов мы делаем мужа. И все, в шесть мы свободны. И шести до пяти утра я свободен. Вот мой такой график, да. Без выходных, конечно. Ну, как бы мне, как вам я, работа не тяжелая. Ну, как бы, я себя чувствую нормально. Могу пойти в спортзал, как бы, кондиционер. Работаю, как бы, делаешь быстренько, хорошо. Все довольны, все, как бы, повар довольный, все нормально. А там вот такая вот работа. С каютой. С каютой. С каютой. С каютой, да. Здесь вот что, плюс большой. Тут, конечно, каютой намного больше, чем на круизном лайнере. Потому что бывает, вот, на выезде, когда на американцах, обычно мы жили по два человека, да, вот, персонал отслуживающий. Вот. А здесь ты живешь этих, да. В этом плане большой плюс. Но так же, когда я работал на пробе, там тоже Владим. Вот. То есть, из него моего опыта, где я работал. Там тоже в каюте и душ, туалет. Да, просто душ, туалет. Все индивидуально. Ну, на первом, где вот, в рейсе компании, где я жил, у нас каюта была маленькая, четыре человека. И туалет, душ у нас был общий на всю команду в коридоре. Вот, допустим, хочешь ссать. Ты вот просыпаешься ночью, да, идешь, там коридор, там, свет яркий, все, ты уже не можешь там уснуть. Идешь в туалет, вот такая вот, да. И, как бы, когда там такая херня была, что вот туалет, да, а напротив кабинки там были мужской коридор туалетом и женский, да. Вот. И ты, когда сидишь, срешь, или, допустим, купаешься, а какая-то, сука, звезды, воняет, не можешь нормально помыть, потому что боняет с кем-то там напротив. Вот. Какой-то был мой опыт первый раз. Ну, то для опыта, конечно, классно, что потом строить в будущем, ну, и еще в стране. Вот. Ну, из моего опыта, где я работал, мне, конечно, больше всего там впечатлил этот пароль, да, там... Датская компания была. Там, где я работал, три месяца ты работаешь, да, и три месяца, полтора месяца ты отдыхаешь, и ты знаешь, что я тут уже и вернешься. С кого ты будешь менять, где твои вещи, все, как бы, легко. Откуда ты это знаешь? А? Тебе на судне говорили? Да, да, ближеんで Enemy, тебе это же так как, вот, на судно, ting notamment так, через три месяца, ты, как бы вылетаешь, ну, домой едешь, да, давайте тебе полтора месяца отдыхать даже как... Как заходишь, полтора-два месяца, вот, и ты знаешь, что тебя меняет, зарплата дома капает или нет сейчас 700 евро и плюс 50 евро в среднем чая вот тоже не стесняйтесь людей общаетесь там как бы веселись с ними там с пьяными анальчанами они будут благодарить чаю по 3 по 4 евро как бы и как бы круг сделали там и все дали вам и как бы 50-40 в среднем как бы да 50 евро в чай может где-то по 3 тысячи в месяц можно вытягивать но это тоже все зависит от вас а потом говорить не говорить не общайся себя сами слушайте как вам лучше вот ладно не стесняться как бы общаться мигу но расскажи например вот уж людям интересно если без образования в море есть у тебя какой-то кредо чего-то может добиться а ну в этом плане да хочу хотеть что он прикол что на пароме да там скорее вопросом как будет трудновато а вот на круизе когда-то по 7 месяцев если там хорошо работаешь да конечно там допустим бар официант это потом может стать барменом потом ты можешь стать я уже бар супервайзером да там уже ты можешь пройти по лестнице ну там что встать хотя бы если поработать так в одной компании хорошо хорошо зарплаты от и до карьерной лестнице какие по карьерной лестнице допустим там вот обслуживающий да персонала какая-то бар официанты там вот я говорю что на американцах бар официант может делать от двушки до четырех тысяч да допустим да я имею в контракте у тебя сколько прописано а в контракте там маленько прописано сколько там дописано баксов 800 было прописано такая вообще минималка это без ничего без бонуса без ничего вообще да ну это просто там когда вы просто даже там нагрузим лайнер люди любят отдыхать отдыхать и там вот это вот это вот с мзк да пробиваешь это все тебе капает там вот по этим бонусам по всем этим у тебя где-то доходит ну нагрузка да я делал три тысячи бармены делали могли делать до пяти тысяч долларов да бармены это все без образований да вот я был таки товарищ был классный чувак виктор да звали парменеджер у него было восемь тысяч долларов отживу себе нормально проработаю пять месяцев приезжаю домой кайфую на того добиваться конечно там как бы да надо попахать чтобы добиться вот ну бывают например какие-то проблемы там с клиентами конечно вот всегда бухие все конечно не чувствую алкоголь а вы откуда он говорит я шотландия допустим да я уже знаю как бы если честно шотландия германия что они любят какие-нибудь сильный алкоголь ну как сильный педагог или не сильный а я не чувствую а вы шотландии значит вы профессиональные алкоголики да вы профессиональные алкоголики да профессиональный алкоголик парень такой да это будет типа ну я такой ну он там допустим ну например там не знаю там москому там коктейль да где уходит там водка и джи джи рел да ты его берешь за счет доливаешь горки там где-то 50 грамм в час ты видишь дает тебе денег на чай стадает вогну типа кто самый жесткий бухарь анну чанин анну чанин да ну так как они жесткие ну как они бухают но они знают лимит допустим уйди когда выходные дни это да вот примерно те когда на кроме работал да в будние дни они пьют пьют немного почему потому что они там как бы не работают допустим на бочке а когда вот пятница суббота все в говно да но они отдыхают но они знают что они вот с панелик они все они как трезвые да вот все они знают то есть они будут пьяны за рулем они значит могут там очень много проблем с государством вот ну как бы они самые такие как у меня тут да американцы конечно вообще офигенные там с ними поговорил полупался пообщался оставляю да ладно в америке да конечно надо было запоминать их имена что они любят пить всякие экскурсии пособеду куда поехать и так все мне круизна и запоминать в голове записывание имена ну как бы если они заработают денег как в начале да вытянуть а на пароме там как бы люди все такие группами ну как бы пати устраивают весь как фильм показывают там все такие рычаги глухают иностранцы очень весны и легко зарабатываются танковский бомж анти антиполюшенный клипин луна рис там на будущее не стесняйтесь не бойтесь пробуйте да вот кто-то надо будет сделать вам вас от паряка там с парюссертификатов и заран в вашем все и ну какие-то знания английского языка просто если вы даже вот первого знаете что-то понимаете не бойтесь пробуйте проходить бисернии просто пробуйте подавайте заявки вас надо проверять вам подскажут что лучше что вам подучить все так что вы это мой совет если хотите что-то еще узнать пишите комментарии конечно ответим все так вот у нас видео сегодня получилось Санечек конечно много чего интересного рассказал мне же самому захотелось танкера покинуть в общем подписывайтесь на канал ставьте лайки кому понравилось делитесь видео может кто-то сидит без работы у кого-то есть знания английского языка пусть если что пробует и работать зарабатывать деньги все всем спасибо за просмотр всем пока все пока пошли жрать и а и и а